Лесные истории Здравствуйте, дорогие ребята, здравствуйте, телезрители Здравствуйте, девочки и мальчики, а также мамы и папы, и бабушки и дедушки Мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу Дорогие ребята, сегодня предстоит нам увидеть новую серию листых историй Но прежде чем мы ее посмотрим, я хочу спросить, а вы знаете русские пословицы? Да, конечно, знаю Зайцы, а вы знаете русские пословицы? Да, да, знаю пословицы Но пословицы не простые, а пословицы о труде О труде, конечно, знаю Вот я, например, без труда не вытащишь и рыбку из пруда Ребята, вы слышали такую пословицу? А еще, сделал дело, гуляй смело Замечательная пословица Ребята тоже знают Да, а еще, делу время, а потехе час Вот так Да, а о чем она нам говорит? О времени, чтобы его не терять Чтобы трудиться, да? Вовремя трудиться и вовремя отдыхать Да Молодцы, а еще, какие пословицы вы знаете? Что посеешь, то пожнешь Тоже правильно Замечательная пословица А вы знаете, что эта пословица имеет свои корни из Библии? Да Да, слышал? В Библии В Библии все написано Апостол Павел в послании Галатам Вот Написал, что посеет человек, то и пожнет Ух ты А вы знаете, что такое послание Галатам? Нет Кому это было послание? Нет Это те, кто не живет в Гореловской Росе А, наверное, кто в Галатах живет, да? В Галатии Это была такая древняя страна Сейчас там находится современная Турция А раньше это была Малая Азия Интересно, как? И там путешествовал апостол Павел Вот, видишь, а я дальше осенников не забегал И когда он писал письмо Галатам Теперь мы знаем, кто такие Галаты, да? Знаю Он писал такую фразу Что посеет человек, то и пожнет Давайте ее найдем в Библии Давайте Откроем нашу красивую Библию Это находится в конце Библии Помогай мне, помогай И чтобы ребята все видели, где мы открываем Да, да Смотри Это шестая глава Галата И будем читать Что посеет человек, то и пожнет А дальше идет такая фраза Какая? Делая добро, да не унываем Что это значит? Делай добро и не унывать Да, я думаю, что не все могут сразу оценить наши добрые дела Да Сразу не могут То есть добрые дела надо делать постоянно, правда? А это нужно делать постоянно А дальше что тут написано? Что? Читаем Итак, доколе есть надежда И время Будем делать добро всем Будем делать добро всем Здорово, как мне нравится Тетя Света, мне так нравится добро делать всем Добро делать всем Это замечательно Но я думаю, что можно начать с малого Хотя бы приготовить кому-нибудь интересный подарок О! Я люблю подарки, Дарья! Я тоже очень люблю подарки А делать подарки вы любите? Ну, как бы мы не очень специалисты Но попробовать можем Посмотрите, какая у нас красивая черешня Какая красивая Ребята, вы обратили внимание, какая у нас замечательная черешня? Я давно на это обратила внимание Сразу хочется попробовать У меня есть предложение попробовать Но это мы сделаем позже А сейчас мы сделаем подарок Ладно Для подарка нам понадобится Что? Вазочка Вазочка есть, вот красиво Вот смотрите, какую я интересную вазочку сделала Из простой кружки Здорово Это сердечко Да, и небольшой бантик красивый Зеленый, салатовый Зеленый, мой любимый цвет А для чего, зайцы, нам нужна вазочка? Что ставят в вазочку обычно? Вазочку цветы, тетя Света Это ромашки Цветы обычно красивые Они бывают разные И тоже очень вкусно пахнут Ай, розовый красивый Но сегодня у нас будет букет необычный А какой это может быть необычный? Он будет состоять не из цветов Хотя цветочки мы наклеили Смотрите, смотрите, как красиво получилось Ай, красота Так люблю, когда все красиво И даже с сердечком, правда? Да, здорово Вот чтобы ребята видели, мы поставим ее сюда Эту нашу симпатичную вазочку Так вот, букет у нас будет необычный Он будет состоять из вкусных цветов Вы когда-нибудь пробовали вкусные цветы? Вкусные цветы? Я только полынок у бабушки Степаниды пробовала Он горький Для того, чтобы сделать вкусные цветы Нам подавятся вот такие палочки Красивые Это простые деревянные палочки Только мы их покрасили в зеленый цвет Мой любимый Это будут стебельки Стебельки, да, я хотела сказать А теперь мы должны сделать листики Потому что у цветочков же бывают листики, правда? Для того, чтобы сделать листики Мы просто протыкаем вот так листик Смотрите сюда, видите? А, здорово! А потом берем маленькую ягодку Ягодку, как цветок И нанизываем Посмотрите, какой у нас симпатичный Здорово! Красота! Тетя Света, как красиво вы умеете это делать И я теперь научу все Если вы будете стараться То у вас точно так же все будет получаться А у меня, наверное, не получится Я прежде съем все вишни Ну что ты! Я думаю, телезрители тоже уже научились так красиво делать вкусные букеты Ребята, пока мы делаем цветы Давайте мы вспомним А что мы еще можем подарить нашим близким, знакомым на день рождения, например? Я помню, мне дарили открытку Да Игрушки Игрушки А еще что можно сделать своими руками? Давайте подумаем Рисунок красивый нарисовать Правильно! Аппликацию можно сделать, правда? Ребята, а вы делаете сами аппликации из бумаги? Я думаю, что все ребята умеют делать аппликации Смотрите, что у нас получилось Ай, красота какая! Это же надо объединить такое! Ребята, вам нравится этот букет? Ребятам, наверное, очень нравится Они хотят такое же сделать у себя дома И угостить своих родных Правда, ребята? Да Главное не забывать, что надо любить своих близких, родных, братишек, сестренок И обязательно не забывать делать подарки на день рождения Делать что-нибудь приятное и полезное Как вот этот букет Он и красивый, и полезный И вкусный! Ну конечно! Здорово! Я думаю, что всем хочется попробовать этот вкусный букет Да! Но сначала давайте посмотрим мультик А мультик будет необычный В нем рассказывается, как наши зайцы садили морковку Садитесь поудобнее и приятного вам просмотра! Ха-ха-ха! Ранняя в этом году весна Ой, все оживает Птицы поют Цветы вот цветут Красота какая! Наверное, пора огород садить О-о-о! Иваныч идет Спрошу у него с советом Здравствуй, Иваныч! Ха-ха! Здравствуй! Настал меня на истинный путь О-о-о! А-а-а! Чего-чего? Ха-ха! Так, я совета у тебя хочу спросить А, совета? Ну давай, спрашивай Как ты думаешь, пора ли огород садить? Мне приятно, что ты за советом ко мне обратился Разве можно тебя без совета оставить? Ха-ха-ха! Да! А сам-то ты как думаешь, а? Я? Ну да! В поле сев идет Значит, пора! А-а-а! Ха-ха-ха! Тогда беги, сей! Ладно! А то упустишь время А-а-а! А-а-а! А потом не наверстаешь Спасибо тебе, Иван Иванович! Да чего-то! За совет! Ха-ха-ха! Как ты советуешь, я так и сделаю Ну вот, за дело хорошее берешься Да! Совета спрашиваешь Но правильно делаешь Молодец! Ну да ладно, пойду я Да-да, ладно! Как хорошо спрашивать совета у старших Ну вот, сразу знаешь, что и как и когда нужно делать Вот хорошо, как поступать Ха-ха-ха-ха! Привет, серый бот! Ха-ха! Здравствуй! Давно не виделись! Ха-ха-ха! Пушок! Ну да! Ха-ха! Слушай! Что? В поле сев идет Да что ты! Пойдем смотреть Пойдем! 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 Мы идем вдвоем! Пойдем! Да-да-да! Смотри! Какой сегодня чудесный день! Птицы поют, заливаются! Да! Слушай! Что? Там на огороде бабушка Степанина мешок с семенами оставила! Да! Посмотрю! Ну, сходи, посмотри! А-а-а! Что ты? Что ты? Иди сюда! Что? Вот смотри, видишь? Да, вижу мешок В мешке дырочка! А, вижу дырочку! А с дырочки семена на землю посыпались Давай немножко соберем и в себя посадим Ха, ну и голова ты! Серый бог, такое придумал, молодец! Вот придумал, так придумал! Слушай, и заодно давай дырочку в мешке травой заткнем А то не донесет их, бабушка! Да, давай, закрывай дырочку! Вот так вот! Так, ну что, получилось? Да, получается! Собираем тише! Давай тихонько! Чтобы никто не видел себя в мешок! Сейчас соберем! Большие какие семечки! Я уже собрала, а ты много! Ха-ха-ха-ха-ха-чки! Ой! Да тихо ты! Что? А то всех собак в деревне разбудишь! А потом ноги не унесел! А я ночью, понимаешь, на озере лягушек слушал! А-а-а! И там меня просквозило! А-а-а-а-чки! О, чох напал на меня! Да что ты такое говоришь! Но чох на него напал! Ты лучше это, семена собирай! А то чох на него напал! Ха-ха-ха-ха! А-а-а-а! Пойдем, посадим! Как повезло! А семена собрали! Ха-ха-ха-ха-ха! Вот, хорошее место! Здесь думаешь? Да! А-а-а! Как здорово иметь свой огород! Здорово, точно! Да! А послушай! Если из каждого семечка морковка вырастет, тогда года на три есть ее хватит, да? Да, ха-ха-ха! Когда посеем эти семена, будем все лето со свежей морковкой! Ха-ха-ха! Точно! Ха-ха-ха! Да, и на зиму запасем! Да, точно! Слушай! Что? А давай вместе трудиться здесь! Ты и я! Да, ты и я! Ха-ха-ха! Здорово так придумали! Давай, а с чего начнем? А, как с чего? Ну вот, разрыхаем здесь палочкой землю и будем садить семена! Да, давай! Так! Так, давай! Давай, давай! Сделаем борозочки! Да! Ровнее, ровнее делай! Не коси! Да! Садись, садись! Вот так! Вот! Теперь семена! Вот так! Вот! И здорово как получается! Посадил, что ли? Да! На томе жизнь стоит, чтобы помогать друг другу, да? Да! Ха-ха-ха! Чтобы помогать друг другу! Так, хорошо как! Ну что, закроем теперь рядочки? Все? Все! Готово! Готово! Теперь посадили! О! Смотри, что! Что? Пока сажали! Так! День закончился! Кажется, ночь настает! Да! Зато мы с тобой очень важное дело сделали! Работу выполнили! Теперь и спать пойдем! Ты иди! Вон и звезды на небо высыпали! Пойдем, что ли, спать? Да нет! Ты иди, а я здесь побуду! А! Ну ладно! Пойду! Устал я что-то сегодня! Ага! Что это? Лягушки на озере заквакали! Ух ты! Хо! Нет! Не пойду! Я в эту ночь лягушек слушаю! Я здесь побуду! Ждать буду! Ха-ха! Ха-ха! Ах! Сейчас! Ботва взойдет! Хе-хе! Прорастут семена! И появятся! Красные прекрасные морковки! Хе-хе! В этой земле! Хе-хе! Посмотрю, как дела! Хе-хе! О-о-о-о! Хе-хе-хе! Вот это да! Что-то нет этой морковки! Хе-хе! Странно! Уже и туман садится! Хе! И тени редеть начали! Ага! Хе-хе! Ай! Что это такое? А морковки! Все нет и нет! Э-э-эй! Пушок! Скорее, скорее! Иди сюда, Пушок! Давай, вставай! Карамон! Что случилось? Что случилось? Послушай! Что? Нет морковки! Вот! Как нет? Смотри! Почему нет? Нету! Видишь? Вижу! Не взошла! Ха! Не взошла! Да! Чудак! Так, наверное, порченые семена попались! Вот! И не взошла! Представляешь? Чудак! Чудак! За ней еще ухаживать надо! Что? Да! На концу лета только будет! А-а-а! Не могу! Порченые семена! Чего? Ты смеешься? Я-а-а! 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 А её нет и нет. А я, между прочим, по-другому думал. И вообще, не для этого жизнь дано, чтобы вот здесь на огороде сидеть. Пойду к себе под ёлочку спать буду. И всё тут. Чего тут сидеть? Зря только. Время. Ай, смотри-ка, пчёлки разлетались. А, понятно. Это Иваныч мёд собирает. Да, лето заканчивается. Ай, странно. Лето заканчивается. О, гляди-ка. Морковка как выросла. Красивая какая. Да, лето заканчивается, а серый бок так и не появлялся. Где же это он? Интересно. Я иду, и пришёл. Ой, говорят, лето уже заканчивается. Что? Время так быстро пролетело. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Наверно, пора морковку собирать. О, Иваныч идёт. Спрошу у него совета. Здравствуй, Иваныч! Ты где? Да вот он я, да? Здравствуй. Здравствуй. А как ты думаешь? Да? Совета спросить снова хочу. А, ну да. Морков! Спрашивай. Пора ли выкапывать, как ты думаешь? Опять совет спрашиваешь? Да. Правильно делаешь. Ага. А ты-то сам как думаешь? Я? Ну да. Лето заканчивается. Ага. Думаю, пора. Вот. Тогда собирай, не тяни. А то дожди пойдут и ничего не соберёшь. Ага. Как хорошо, спасибо. Да чего уж. За совет. Спасибо. Ой, здорово как. Когда спросишь у старших совета, всегда узнаешь, что тебе нужно делать и как делать. И тогда можешь сразу приступать к делу и всё делать. Хе-хе. О, серый борт. Здравствуй. 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 Стыдно мне немножко. Ты чего? Это не заходил так давно я. Лето заканчивается, понимаешь. Да. Поэтому пришёл спросить. Что? Может быть, эту морковку, которую мы с тобой садили вдвоём, уже может быть и пора её выкапывать. Да? Да. А сам-то ты почему всё лето не приходил? Не-не-не-не-не приходил. О, здорово как, правда? А хочешь, я тебя угощу? Меня? Что? А ты? Не-не-не-нет. Я не могу. Да почему? Взять просто так. Потому что ты такой трудолюбивый. Да ладно, чего ты? Целое лето трудился, трудился, а я, видишь, даже и не заходил. Да ладно. Знаешь, можно я тебе сейчас помогу? Я тут вот урожай собирать, морковку твою собирать нашу вместе буду, а? Конечно, можно. А почему нет? Я очень рад, что ты придёшь ко мне на помощь. Одному мне не справиться ни за что с таким богатым урожайом. Ну, спасибо тебе. Это хорошо, что ты решил потрудиться, помочь мне. Да, решил. Ибо сказано... Что? Всякий трудящийся достоин пропитания. Ура! 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 Будем вместе трудиться, 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 всё, всё, всё. Будем трудиться. Ребята, вам понравился наш мультфильм, а? Ой, а мне понравилось. Хе-хе, здорово. Как мы с Пушком сели морковку. Она выросла такая вкусная и красивая. Да, морковка была очень вкусная. Ребята, мы сегодня с вами делали необычный букет из вишенок. Этот букет можно также сделать из других ягод, из клубники и черешни. Вы знаете, что в каждой ягодке есть косточка. Точно. И если эту косточку положить в хорошую землю, то скоро она прорастёт. Да. И из этой косточки может вырасти огромное дерево, которое приносит сладкие плоды. Да, и так происходит и с семенами доброты. Если вы, ребята, будете творить добро, помогать другим, то увидите, как к вам будут относиться ваши друзья, бабушки, дедушки, папы и мамы. Спешите делать добро. Посеянная вами доброта обязательно к вам вернётся. Вот увидите. Да, да. Обязательно. А теперь давайте с вами выучим новую песенку. Она как раз подходит по теме нашей передачи и называется «Вишенка». Вишенка! Послушайте вступление и будем петь. Да. Будем. Готов? Да. За моим окошком вишенка цветёт, хлопотунья пчёлка собирает мёд. Жизнь моя, как вишенка цветёт, пусть же будет красен её плод. Чтобы мог я всем добротворить, чтобы не напрасно жизнь прожить. Маленькая пчёлка мне даёт урок, чтобы я трудился и другим помог. Жизнь моя, как вишенка цветёт, пусть же будет красен её плод. Жизнь моя, как вишенка цветёт, чтобы мог я всем добротворить, чтобы не напрасно жизнь прожить. Какие замечательные слова, правда? Да. Это очень лёгкая песня. Особенно про вишенку. Чтобы не напрасно жизнь прожить. Дорогие ребята, мы надеемся, что вам понравилась наша песенка. Особенно последняя фраза, которую мы пели. Чтобы не напрасно жизнь прожить. Жизнь прожить. Да. Ещё, ребята, я знаю, что вы очень умеете красиво рисовать. И предлагаю вам нарисовать нас с серым боком, когда мы сеяли морковку. Да. Ребята, вы можете нарисовать фрукты, овощи, всё, что желаете. И присылайте нам, к нам. Мы будем очень вам рады. А сейчас давайте посмотрим рисунки тех ребят, кто обучается в заочно-библейской школе «Небесный лучик». Давайте посмотрим рисунки, правда? Очень интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Какие замечательные рисунки, не правда ли, Зайца? Да, да, да. Очень понравились. И мне понравились. Ребята, вы просто молодцы. Настоящие художники. А какие они талантливые все, правда? Да. Красочные рисунки такие присылают. Дорогие друзья, если вы желаете изучать Слово Божие вместе с вашими родителями, присылайте свои заявки на адрес Тула, абонентский ящик 170, индекс 300-00, христианский радиотелецентр «Голос надежды». И тогда мы вам пришлем вот такие замечательные уроки. По ним вы можете изучать Слово Божье. Это небесный ротик. А теперь, ребята, к сожалению, мы должны прощаться. Но мы вам желаем Божьих благословений, и чтобы ангелы всегда охраняли вас на путях ваших. Мы желаем вам всего доброго, и до новых встреч! Все очень просто, и даже нетрудно, шагни навстречу, так крепнет дружба. Лес словно дверь распахнет, тайну откроет детям. Тот, кто прощает и не врет, тот лучший друг на свете. Не за морями, а близко рядом, согрей улыбкой и добрым взглядом. Лес словно дверь распахнет, тайну откроет детям. Тот, кто прощает и не врет, тот лучший друг на свете.